Ну что ж, всем привет! С вами мистер Чейзер, вы смотрите мой Джастплей канал. И сегодня мы устраиваем стрим по игрушке Saints Row Get Out of Hell. И, в принципе, судя из названия, можно говорить о том, что мы будем наводить порядки на районе в этой игре, так же, как я это делал в третьей Saints Row, и так же, как я это делал в четвертой Saints Row. Поэтому... И, кстати, да, стримим мы сегодня на ютюбе. Основная причина этого от того, что мне наконец-то вернули мою репутацию на ютюбе, моего канала, и, соответственно, я могу теперь стримить на ютюбе, но это продлится недолго. Я, помимо этого стрима, устрою еще один стрим на ютюбе, агитационный. Можно считать, что этот стрим агитационный, потому что я буду вас зазывать на мой Hitbox канал, на сайт hitbox.tv, потому что стримить я буду только там. Поэтому вот этот стрим сегодняшний и еще, когда я там сообщу, еще один будет стрим. Не знаю, по какой игре, не знаю, когда, но следите за этим на моем канале. Я устрою еще один стрим и в обязательном порядке проведу опять же там агитацию. Ну и, соответственно, стримить мы будем где-то около часа. Посмотрим, как пойдет дело. Я немного не успел на стрим, где-то минут на 5, либо на 8, поэтому извините меня, пожалуйста, но... Эх, дела. Ну что ж, продолжаем. Кто не знает, что такое наводим порядки на районе в какой-то игре, то это небольшая такая рубрика, небольшая такая часть стримов у меня на канале, посвященная в основном тому, что я в какой-то игре с открытым миром выполняю все дополнительные задания. Ну и все. Как бы, в основном это игры с открытым миром. Так. Глянем, что у нас там. Четыре человека смотрят. Ну, здравствуйте, ребята. Где же вы все находитесь, когда я стримлю на хитбоксе? Отныне я буду стримить только на хитбоксе, в принципе, как и до этого, поэтому... Поэтому, что у нас тут? Так. У нас тут дела, так называемые. Это, как я помню... Давай все. Дела 10 из 17. Два из трех. Так, тут какие-то глифы собирать. Это я все помню. Давайте пойдем, скажем так, на первый пункт и начнем это дело делать. Игру мы, конечно же, прошли на моем ютуб-канале с моим другом. Кто еще не видел прохождение вперед на мой канал, смотреть проходняк. Игрушка офигенная. И стоит того, чтобы в нее поиграть. Ну, давай. Может быть, спустишься? Может быть, я вспомню, как в нее играть? Что тоже будет неплохо. Ибо я уже забыл. Мы где-то месяц назад ее, блин, проходили. Так, мои любимые пистолеты со мной. Как всегда. Неизменное оружие. В арсенале любого святого. Так, следующая штука. Здравствуйте. Как ваши дела? Вот у меня неплохо. Я вашу тут алтарь уничтожаю. И мне полностью хорошо. Так, теперь надо заводить большого чувака. Который, на самом деле, очень простой. Сейчас надо его замораживать или как-то так там. Короче, функцией F1 уничтожать. Давай, давай, давай. Где мой F1? Да, это оно. Так, ты ко мне. Давай ко мне. Коля, не шутишь. Только не недооценивай мощь разрывных пистолетов. Это всё, что ли? Это всё? Это самый крутой страж? В аду? Серьёзно? Что-то как-то очень простенькое это всё было. Ну ладно. Я не против. Начало отменное. И очень быстрое, что немаловажно. И мы осветили эту штуку. Как бы она ни называлась. Лучше пистолеты до конца. Уже улучшил. Не очень люблю хитбокс. Ну, мне тебя искренне жаль, чувак. Ибо мне на хитбоксе стримить приятнее в разы. Поэтому я буду стримить на хитбоксе. А любите вы это, не любите, это уже дело десятое. Потому что мне там удобнее стримить. И там задержка 3 секунды. В отличие от того, что здесь задержка где-то секунд... 40? Как минимум на этом ютюбе странном. Ну и соответственно на хитбоксе мне ещё надо... Чтобы вы меня смотрели. Как минимум 100 человек. В том плане, что... Мне за это дадут партнёрку на хитбоксе. Да, на хитбоксе. И я смогу... Что я смогу, кстати? И я смогу включить переключение качества на стриме. О, парни! Здрасте! Студенты, да? Ну чё, как вам на первом курсе? Хорошо живётся? Кстати, где у нас тут? О, какая куча студентов! Показать вам, где кабинет завучей? Где кабинет декана? Пошёл! Вы тут у меня будете в столовке очередь стоять за меня! Слабаки, давай! Пацаны, ну чё вы такие слабенькие, хиленькие? Все сюда! Все ко мне, к Джонни Гэтту! И сколько мне тут? 15 тысяч накопить? Всего лишь? Чё-то как-то мало, вам не кажется? Хотя... Чё-то как-то медленно это всё копится дело. Что меня огорчает? Ибо это можно делать всё быстрее. Кстати! Я забыл, тут же что у нас есть, это всякие влады, чёрная борода и так далее. Вот к ним, может быть, стоит сходить. И у них повыполнять задание. Так, стоп, парни. Все в зелёные кольца. Так, 11 тысяч. А времени у нас достаточно. Это, наверное, для бронзы надо. Столько. Потому что я не поверю, это тогда слишком легко. А нет! Это столько надо именно для всего этого. Так, и да, я помню, у нас же тут есть задачки всякие. Всякие испытания, диверсии, убейте декса. Вот это всё мы будем выполнять на наших стримах. Но, может быть, не прям всё. Там убейте гренадёров. Это, например, с этим заморачиваться я особо не буду. Либо нафиг оно мне надо. У меня ж не лицензия, чтобы там ачивки все выбивать и так далее. Комментарии находить. Зачем оно мне надо? Я повыполняю самое основное, что здесь есть. И всё. И на этом закончим нашу линейку стримов. В Сейнс Роу. Привет, привет. Ты мне говоришь, что пистолеты не до конца улучшены. А вот тогда, что значит тут этот жёлтый значок на пистолетах? Да и тем более обозначение того, что всё улучшено. А? После прохождения я всё-таки их улучшил. Так что не надо мне тут заливать, что я типа не улучшил пистолеты. И ввысь! Блин, сейчас из-за стрима. Из-за того, что стрим идёт, во-первых. А во-вторых, я ещё записываю всё это дело. Чтобы была запись стрима. Конечно, ютюбовская запись мне тоже нравится. Но она не особо интересная. Поэтому мне немножко подвисает всё это дело. Ибо комп у меня не такой уж и мощный, как хотелось бы. Но тем не менее. Нет, нет, нет. Джонни говорит, не надо этого делать. Вот давай без... Давай без ахинеи всякой. Я сказал, давай без всякой ахинеи. Отлично. Так, а где это от комментариев или что там? Я просто на миникарте вижу какую-то хрень. Интересно, где она? Здесь не было. Здесь то же самое. А что это за хрень? Где мне её искать? Где-то здесь. Один вопрос, где она? Где она? Скажи мне быстрее! Ладно. Насрать. Идём к Виоле и Кике. Так себе, жалко, блин. Обе девахи померли. Особенно жалко было в третьей части, когда одна близняшка померла. Очень харизматичные личности. Были в третьей части. Так, летите, придурки. Отлично. Это типа ко мне, да? Не-не-не-не-не-не. Уклонение, уклонение. Не слышали о таком? Так, Виоле и Кике, здрасте. Моя сестра и я построили в районе, и мы не отбираемся, без борьбы. И всё? Это всё, что вы мне хотите сказать? Кто-то виноват за мою сестру и я, и это не Сейтан. Ага. Верность, переполох. Да, задание у вас хоть отбавляй. Переполох. Отправитесь к точке старта. Ну, понятно. Вот, в принципе, вот эти вот задания верности мы сейчас повыполняем. И в том плане, что это нам поможет выполнить наше дополнительное задание. Во-первых. А во-вторых. Выполним задание верности. Которое, естественно, я тоже буду выполнять. Абсолютно все. Но надо клястеры насобирать, потому что улучшения тоже бы неплохо сделать. Давай, давай, давай. И в самый низ. Отлично. Всем привет. Почему не на хитбоксе? Я же говорил, что один стрим будет... Один-два стрима будет не на хитбоксе, а на ютюбе. С целью вас зазвать на хитбокс, чтобы вы смотрели стримы на хитбоксе. Я просто решил устроить на ютюбе стрим, чтобы проверить, сколько придет человек на этот стрим. Ну и, как вижу, пока шесть человек пришло. Это уже неплохо. Играл ли я в незаписи? Я там буквально... Десять минут поиграл в незаписи. И подумал, что неплохо было бы устроить мне линейку стримов, как я это делал в третьей и четвертой части. С доведением порядков на районе. Опаньки! Это что за чудо техники? Переполох на танке? Довольно стильный танчик, хочу сказать. Где такой был в четвертой и в третьей части? Я бы даже не прочь бы такой танчик иметь в качестве загружаемого контента. Так, что-то ничего не разрушается. Мне надо 250 тысяч насобирать все-таки. А здесь что-то ничего не разрушается. Хорошо! Машина, конечно, клевая, но... Ну, они особо не дают мне тот прирост комбо, который мне нужен. Хотя вот уже 500 тысяч надо накопить. Давай-давай-давай! Ну что ж ты ни в кое не попадаешь? Ё-моё! Тут только автомобили, да и остались. Что хреново, несомненно. Здрасте! Адские отродья! Джонни Гэд в деле! Так, серебро. Осталось золото-то насобирать. Ну, блин! Комбо сбилось. Вот это хреново. Кто там по мне стреляет? Кто там такой наглый? Кто хочет умереть? Испытание завершено. А, это не то. Это побочное испытание, скажем так. Которое во время всего игрового процесса нам дается. Все, золото. Я, кстати, взорвался. Ну, я прошел! Отлично! Как это, как в обычных американских этих фильмах. Боевичках там. На последней секунде разминировал бомбу. Вот то же самое. Мой танк уже готов был взорваться. Я выполнил испытание. Так, почти 20 уровень. Отлично. Вдруг будет на стриме? Нет. Зачем ему быть на стриме? Он, скорее всего, уже удалил игру. Так, что это у нас такое? Посмотрите на памятник. Ага, это комментарии. Ну, комментарии, в принципе, можно будет пособирать. Раз они такие простенькие. Так, улучшения. Боеприпасы. Бесконечные патроны для дробовика. Ага, у меня денег не особо много. Да, с никами проблема. Надо бы найти профессора Генки, если он тут есть вообще. И завалить его, чтобы он мне миллион дал. Друг людей. Высокая вероятность, что гречники помогут вам в время боя. Нафига это мне надо? Вот это вот пригодится. Чтобы отвязаться от внимания демонов. Вдруг они ко мне там слишком привяжутся. Так, тут все куплено. Сопротивление. Рукопашному урону. Ой, это, рукопашному. Стрелковому урону. Пригодится. Так, следующее дело. Давайте в разброс так пробежимся. Что поделать? Выполняем задание верности на этом стриме. Хотя бы Столько, сколько сможем. Давай, давай. Ага, это алтарь. Атакуйте алтарь с помощью взрыва. А что у меня взрыв? Холодное пламя. Это не это? А, не, не, не. Там вот это вот надо, да. Отлично, понеслась. Не волнуйся о своих противниках. Что это за хрень такая? Старая добрая пистолета, это самое лучшее, что подарила природа. В этом аду. Чем вот эта вот хрень, которая долго перезаряжается. Пистолеты с разумными патронами. Мистер Гетт, почему ты убил всех этих людей? Они инноцентны. Я не волнуйся. Инноцентны они или нет. Я просто убью людей. И я так радуюсь. Так, последнее. Просто унижение, я бы сказал. На тебе вот этих духов. Я не знаю, что они делают, но на тебе их. Защиту сбивают. И убивают вроде как даже. Не знаю, у меня они даже урона особо не наносят. Или я просто так быстро птички хаваю. О, кто-то хочет с ракетницей пострелять. Кто-то хочет наслать весь свой... Ага, патроны быстро закончились. Ничего себе. Этого я даже не ожидал. Надо будет, значит, прокачать, чтобы больше было вместимости. Хотя как? И так вроде всё прокачано. Где у нас тут патрошки? Вот как раз рядышком. Давайте сгоняем. Не понял, почему у меня так быстро патроны заканчиваются? Это ж... ПИСТОЛЕТЫ! Главное атрибутика любого святого. Так, стоп. Дайте-ка мне, наверное, снайперку. Кстати, хотя что тут ещё есть? Ничего. Я вас понял. Большой ассортимент. Не, ну конечно пистолеты. Это что такое? Алмазное жало. Исход 10. Похоже на какую-то хрень. Инопланетную больше. Вот это похоже вообще на какой-то... УЗИ. С какими-то тремя хренями. Не знаю, как это вообще выразиться. Эээ... Колосожатель неинтересный. Вот дробовик. Стандартный помповый дробовик. Вот это самая жесть. О, пулемёт. Давай. А, качнуть бы его. Денег нет нифига. Неуязвимый. Вы получаете меньше урон, когда у вас в руках это оружие. Ого. Вообще просто аннигиляция всего и вся. Здрасте. Вам нужна помощь? Вы никого не везёте. Там кажется человеку плохо. Помогите ему, пожалуйста. Да, водители такие водители. Так, 20 уровень вроде здесь максимальный. Я не знаю, но вроде максимальный. Было бы круто, если бы профессор Генки был сатаной. Я был бы очень удивлён этому СВ Генки. Вообще был бы в аду. Я его здесь, правда, ни разу ещё не видел. Ребята из Валишн решили его сюда не включать. Хотя это чуть ли не талисман. Сейнс Роу был. С третьей части. Сделал игру с подписчиками, например, по игре Robocraft или War Thunder или по другой. Игры с подписчиками уже были. И вы особо не проявили никакого энтузиазма и никакого желания принять участие в играх с подписчиками. Там буквально по двум или по трем играм более-менее вы там пришли, поучаствовали и всё. War Thunder мне неинтересен. Если ты хочешь именно War Thunder. Robocraft, я не знаю. Не особо мне эта игра тоже нравится по видео, скриншотам и прочему. Ну и да, вот уже Саша Чикаданов написал, что людей для этого мало. Было бы на стриме человек 20 хотя бы и просмотров на каждом видео хотя бы по сотне. Вот тогда я бы что-то бы думал. Но вы же не смотрите, не проявляйте никакую активность у меня на канале, поэтому я такого долго ещё не буду делать. Потому что опыт с играми с подписчиками что-то как-то не особо удался. Хотя бы трёх. С тремя людьми играть неинтересно. Интересно, когда мы в Counter-Strike, например, заваливаемся толпой человек 10 и играем. Вот это да, вот это интересно. Но... Такое ещё будет на моём канале нескоро. Лично у меня в приоритете, чтобы такие штуки делать, это хотя бы 10 тысяч подписчиков. Для этого ещё надо 6 тысяч набрать. Но подписчики это одно, а вот зрители... Это совсем другое. Разница между подписчиком и зрителем... Довольно большая. Так! Испытание полёта! Ну давай, удиви меня! Так, секундочку, посмотрим сколько времени стрима прошло. Прошло где-то минут 20. Хорошо. Ну, я готов. 3, 2, 1, файт! Давай, 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 полетели. Полетели. Вот это самое весёлое, наверное, что есть в этой игре. Вот эти полёты, они настолько классно сделаны. Если в четвёртой части была что-то похожее... Хрень, но там было не полёты, а планирование. Ой-ёй, куда? Ага, наверх, ни хрена себе. Вот это неожиданный поворот. В четвёртой части были задания с планированием, но они были немножко кривовато сделаны. А вот здесь они довольно интересно сделаны. Потому что здесь мы не... Не парим, а летаем именно. И вот это вот очень интересно. Четвёртую часть бы такую хрень запилить с полётом. Мне было бы это очень интереснее посмотреть, как оно там было бы реализовано. Но... Как сделали, так и сделали уже. Так, пока на золото иду. Хорошо. Меня пока всё устраивает. Е-е-е-е! Ой-ё-ёй, ты куда? Ты куда, Гэт? Стой! Стопэ, стопэ! Успокойся! Лава это не то место, где можно спокойно ходить. О, такой воп-воп-воп-воп-воп-воп. Дубстепчик играет. Как на призме бы сказали. Шаг дуба. Три тысячи. Мало даёт денег за эти испытания, конечно. Да, двадцатый, я так понял, максимальный уровень здесь. Ну и хрен с ним. Хотя... Какой там был? Пятидесятый, вроде, максимальный. В третьей части и в четвёртой. Я уже не помню. Вроде, да? Во сколько стрим начался? В 6.05, да, где-то. Или в 6.10 даже. Потому что... Во-первых, я опоздал на пять минут. И так бежал, как мог. Не успел все дела поделать до пяти... Этих... До шести часов по Москве. Потому что у меня пять. По киевскому времени. Ну и где-то в 10 минут начали мы, да. Сколько серии по Вархаммеру или я записал? Это где-то... Охрен его знает. Сейчас я даже зайду, посмотрю. Вроде 11 или 12. 13. И я там уже практически игру прошёл, хочу так сказать. Осталось там буквально пару миссий где-то. А, выживание. Где мой тут Крюков? Ручной пульмотультор, который тут называется почему-то. Хотя должен вроде называться Крюков. Жестокая штука. Так. О, да. Я думал, мне поменяют на вот эти души эту хрень. Ну-ка, мужик получше. Давай взрывай эту хрень уже. А, короче, пистолеты. Пошли в дело. Взрывай всё это. Нафиг. Во славу сатаны, конечно же. Оп. Окаменение. Я прям как медуза Гаргона ходящий. Он только с двумя пистолетами. Ну, где перезарядка способностей? Ты ещё жив? Понятие жив в аду неприменимо. Сейчас, секундочку. Секундочку! Мы тут разберёмся с парочкой недоброжелательных личностей. Которые очень возомнили себя крутыми и решили полетать. На глазах у меня. А ну, спустились с небес на землю, козлы. Хватит этим. Давай, иди, покупайся в лаве. Вы что-то любите? В аду там мученики и всё такое. И всё такое в почёте, я так думаю. Чё там, последняя волна? Нет! Вы здесь не пройдёте. Restricted area. И всё в таком духе. Блин. Патроны-то чё-то как-то быстро заканчиваются. Мне это не нравится. В третьей части вроде у меня не было недостатков патронами. Да и в четвёртой тоже как-то... Я чувствовал, что всё отлично. В этом плане. А тут надо после каждого практически задания идти закупаться. Хреново это. Опа-опа, кто там у нас? А, предатель из первого Saints Row. Привет, Dex. Не хрен было предавать нас. Так, Кики. Так, Кики. Так, зона шпиля. Мне она нафиг не надо. Потом выполним её. Мне надо магазин. Подожди, подожди, Кики. Подожди, подожди. Мне нужны патроны. Отличненько. Ой, парни, давайте без этого. Обнулить дурную славу. Мы с вами повесимся тогда, когда я буду на миссии. Ага. Мне надо всё-таки... Сюда, да? Ну, я не против. Ой, не особо интересно это слушать. Четыре штуки, нифига себе. Вот это крутая зона переброски. Так, что тут происходит? Давайте снизу начнём. Тут никого нет просто. Ах, козлы! Вот начинается, вот начинается. Вот эти вот хрени летающие. Почему важно играть в этой игре в кооперативе? Да потому что тут никто тебе не мешает. Когда тут эти вот шпили деактивируешь. Тебе надо тупо всех тут поубивать, а потом уже... Капец вас тут, ребята. Это вообще законно? Ой. Идите отсюда все. Я пошёл деактивировать это всё дело. Близзеров сейчас же помешают, да? Нет. Не успел. Не успел, шайтан. Так, куда там дальше? По списку. Так, ошибочка. Ну спускайся, Джонни. Какого хрена? Я думал, мы... Один за всех и все за одного. А ты тут... Страсть свою к скалам применяешь. Давай рисовать значки святых. Это ж модно стильно молодёжно. Блин, в самом низу была самая жесть. Тут как-то более-менее просто. О, голые мне там в сердце влетают. Но сердце с левой стороны, если вы не знали. Идиоты. Где вы вообще? Ой, да давай, до свидания. Наглый попался тут. Последнее. Ха, косые. Кто хочет кусочек Джонни Гетта? Подходи в очередь. Ага. Сейчас. Да-да-да-да-да. Ты такой крутой. Ты такой серьёзный. А я такой холодный, как айсберг в океане. Иди сюда. О, блин. Друг, я думал, мы сейчас повеселимся. А ты такой фигней страдаешь. О! А я умею паркур. Акробатика. Акросрит. За атаком. А ещё и портативная медуза Гаргона. Ой, давай, до свидания. Великие воины надо. Самый слабак тут, наверное. И точка наша. Так, чё там в комментиках? Какая часть своей инструкции тебе больше всего понравилась? Третья, наверное. Самая такая сбалансированная по части безумия. И по части такого более-менее прикольного сюжета. Свойственного для Saints Row. По части геймплея. По части игрового движка. Который не лагает. В отличие от второй части. Где там оптимизация просто ужаснейшая. Если в таком духе. Так, тут какой-то спам. Спам будем удалять. Кто-то будет сильно очень много спамить. Тех будем банить. Да, великий Банхаммер будет у нас тоже здесь присутствовать. Так, начни проходить Skyrim. Слишком заезженная тема. Пока не буду. Для Skyrim надо очень много времени свободного. И как бы так тебе объяснить. И очень много желания. У меня столько пока нет. Давай новый кооператив с повелителем по игре Крея. Что-то вроде Террарии. Чуть поинтереснее. Я видел Крея. Она меня не впечатлила. Террария, мне кажется, лучшая в своем жанре. И лучшей Террарии ничего не будет. Точнее, вряд ли что-то будет. Вот Starbound был. Мы в него поиграли в бета-версию где-то год назад. Он абсолютно не впечатлил. Может быть, мы, конечно, еще поиграем в Starbound. Но... Не знаю. Мне кажется, Террария лучшая в своем жанре. Песочница с видом сбоку 2D-шная, то бишь. Да тут дофига чего надо делать, как я погляжу. Так, улучшение. Дела. А, это зона переброски. Отлично. Так, верно с двойняшки. Адские гонки. О, поехали, поехали. Где-где-где-гонки? Кстати, что у меня с патронами? Надо опять закупаться. Блин, как же меня это бесит. Самое бесящее. В этой части то, что здесь очень быстро заканчиваются патроны. А также, почему здесь сделали вот такие вот автоматы с оружием. Мне так приколол заходить в магазины. Да, это было немножко лишнее. Там, открывать дверь постоянно и так далее, и тому подобное. Но! Мне это нравилось. А тут взяли и херню какую-то сделали. Просто автоматы, не знаю, с раздачей патронов и оружия. Да и вообще тут мир игры подрезали. Как бы. GTA of Hell не очень крутой получился. Хотя мог бы быть крутым. Ну, а Валишин уже и так. На бренде наваривают денег столько, сколько они могут уже наварить. Жду полноценную часть, конечно, от них. Какая там пятая уже по очереди должна быть. Вот тогда посмотрим, что они там нам предоставят. Может быть, это будет перезапуск, кстати. Очень бы хотел перезапуск серии. Или хотя бы переиздание первой Saints Row на новом движке. Первый и второй. На новом движке, не лагающим. Вот это было бы обалденно. Ох, тихо-тихо-тихо-тихо. Что ты делаешь, Женни Гэт? Прекрати страдать фигнёй. У тебя за спиной крылья. Ты можешь летать. И ты тут ещё смеешь выпендриваться. Это ж классно летать. Сам бы хотел такую функцию. Знаете, как удобно до университета было бы добираться? Прыгнул, вспарил и полетел. Так, какую-то локацию нашёл ещё. Хотя не знаю, как тут можно вообще не найти все локации. Давай, последняя. И в самый низ. Отличное приземление. Прямо как по учебнику. Так, и верность Виолы и Кики уже выполнена, как я понял. Денег больше давайте, ребята. Опыт мне уже дальше не идёт, к сожалению. Тут подрезали всё, что только можно было подрезать. Что-то вернуться, типа, к вам надо, Виолы и Кики. Да, вернуться к ним. Погнали, вернёмся. Кстати, здесь даже радио вырезали. Вроде музыка есть в игре, но радио нет. Странно. Почему так? Виолы и я всегда делали всё вместе. Попробовали вместе, участвовали в школе вместе, путешествовали вместе, создавали в Криминал-эмпире вместе. Я всегда думала, что мы бы умерли вместе. Извините, Ви. Я тебя на панчу на это. После того, как ты умерла, все я умерла была в победу. Я никогда не думала, что я бы чувствовала себя вновь. Да, я люблю тебя, сэс. Я тоже. Да, забавные эти двойняшки. Так, я тут... Задание выполнено. Шаунди хорошая, не надо с ней такого. Она часть команды, а мы команда один за всех и все за одного, так что не надо тут. Так, что там в чате-то? Пройдите террарию. Ну, блин, не знаю. Зайди на канал и плейлисты, и посмотри, как мы её проходили год назад ещё где-то. Я не знал, недавно подписался. Ну, человек, если ты не знаешь, есть ли на моём канале прохождение по какой-то игре, ты просто заходишь в плейлисты и смотришь, по каким играм есть прохождение. И всё. Зачем задавать вопросы? Ты можешь зайти на канал, в плейлисты и посмотреть. У меня... У тебя тоже во второй части Сейвенстроу радио не работало? Нет, оно у меня работало. С чего оно вдруг должно не работать? Может, ты играл в какую-то урезанную версию? В какой-то рип? Даже не пиратку, а в рип-версию какую-то. Так, что там по времени? Ну, в принципе, можно ещё выполнить задание верности у Вогеля. Что за туалет? Так, отстань. Что это за туалет? Сделайте заказ. Найдена деталь оружия. Длинных шашлычных посещено. Что у нас тут? Какая-то непонятная хрень. Моз... Каз... Боз... Фар... Казвар. Тут, кстати, можно, наверное, какие-то пасхалочки найти в этих названиях. Ну, я не особо понимаю. Что это за така? Так, это, наверное, вот здесь, вот в этом районе надо искать. Ну, потом найдём, конечно же. Будем летать. Естественно, что-то нам тогда откроется. Так, найдите место для релаксации. Релаксации. Боже мой, зачем? Хорошо, где крыша? Я не знаю. О, по-факу-сейк, Дэйн. Смотри, я тебя так далеко. Просто сочинь стопы, хорошо? Проверь крыши. Сначала мы пособираем вот эти сочинения. Нашего товарища Шекспира. Нет, это немножко выше. Так, давай, залазь. Так, следующее. Кресло. Кресло. Нехрен тут мычать у меня под ухом. Я могу уж испугаться. Да, там уже новый пришел. Борзели. Так, присядьте. Жизнь хорошая. Жизнь хорошая. Жизнь хорошая. Ватта. Ватта. Это то хреново кресло. Охренеть. Ну-ка, пошли устраивать хаос. А что мне дальше-то делать? Не, кресло-то, конечно, круто. Но дальше-то что? А, все? Задание лояльности типа... Па-па-па-па. Да. Отлично. Еще это типа специальное оружие? Нет, это вместо пулемета. Как-как-как? Кресло-гиддон. Ё-моё. Какая же жесть. Так, где у нас магазинчик оружия? Надо его улучшить. Я чувствую, если он вложится в слот оружия, то его можно улучшать. Ну-ка, быстро сюда. Стоп, где? Это хреново кресло. Что-что? Кто-то что-то сказал? Ты что-то сказал, Декс? Я не расслышал. Говори громче. Бум, шоколака! Охрененная штука. Мне она нравится. Определенно нравится. Да нет. Встань с кресла. Мне надо, наверное, затариться. И попытаться улучшить это кресло, чёртово. Да, можно! Количество ракет, скорость передвижения. Оружие. То есть это урон. Давай всё по чуть-чуть. Мне там в основном надо улучшать свои навыки, а не оружие. Оружие у меня и так есть улучшенное. Мои незаменимые пистолетики. Блин, до хрена тут всего, конечно, выполнять. Я прям в шоке. Здорово! Почему в Майнкрафт не играешь? Потому что будет прохождение Darksiders 2. Тебе скинули ссылку, куда надо зайти, чтобы узнать ответ на твой вопрос. И, ребята, так как у вас сейчас 6 человек, я вас буду сейчас по полной агитировать. Стримить я на YouTube не буду. Буду я стримить только на хитбоксе. Вот этот стрим и ещё один стрим будут у нас как раз-таки на YouTube, но потом они будут все на хитбоксе. Так что посещайте мои стримы на хитбоксе, а не на YouTube. На YouTube их больше не будет. На YouTube я буду планировать стримы, чтобы вы знали, когда, что и где. Но это и всё. Вот так-то. Так, собственно, что-то было классное по улучшениям. Мгновенная перезарядка для пистолетов. Давай. Дробовики, да-да-да-да-да-да-да. Боеприпасы, вот. Блин. 14 тысяч. Вот теперь денег уже нет. Класс. Кстати, что-то можно улучшить. Элементы. Душа. Херня это душа, камень лучше. Улучшение. Давай. Я тут насобирал уже немножечко этих клястеров. Перезарядочку. По-максимальному просто перезарядку качнём, чтобы быстрее всё делать. Так. Получается, мы тут все задания выполнили, да? Журнал задач. Зарешите 20 испытаний. Кресло-гидон. Ну, это всё херня, если честно. Это общее испытание. Это как раз-таки есть испытание. А мне вот, наверное... Вот эти дела, наверное, повыполняем. И всё. И вообще, короче говоря, пойдём по дополнительным заданиям по всем. Вот тут у нас выживание есть. Погнали. Ещё немножечко повеселимся, тут и закончим стрим. Давайте посмотрим, что эти вещи могут сделать. Лети! Давай, Джонни Гэт. Не расслабляй булки. И клястеры желательно собирать ещё. Чтобы качаться. А теперь можно побуянить. Вы даже сами знаете, с чем. Ну-ка, кто тут на меня? Кто тут на моё кресло-качалку? Нет, 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 нет! А, всё уничтожило? Вы все мёртвы! Да блин! Не в тему! Кто тут на меня? Кто хочет кусочек Джонни Гэта? Кто хочет отведать самого вкусного? В аду! Ну где демоны? Или это всё же, что вы способны? Здрасте! А ну-ка, устроим небольшой взрыв! Прям как я люблю, по фэншую! Ну и где все противники? А, вы только на подходе! Чё-то медленно! И это всё, на что вы способны? Я даже не устал, я даже не вспотел! Как видите, мне хорошо! Чувствую себя просто замечательно! Расслабленно! Так, секундочку! Мы ещё не закончили! Ой-ой-ой, большая ошибка! Вот зачем ты попёр на меня? Или ты не знаешь, что на Джонни Гэта нельзя переть? Себе ж дороже! Так, короче! Вы меня запарили! Секундочку! И настолько достану дуру побольше! Вот так уже веселее! Так, ещё разочек! Они, видимо, не поняли урок! Надо повторить! Вы чё, тупые или как? Я сказал на Джонни Гэта не идти! Вы даже меня сбить не можете на автомобиле! Понимаете, насколько вы слабы? Вы слишком слабы для меня! Отлично! Кровь, анархия, кишки! Мы в аду! Всё отлично! Всё по фэншую! Играл ли я за Кинзи? Нет! Здесь не хватает домов! Здесь не хватает большой карты! Здесь... Две трети от основной карты! Вот здесь ещё большого района нет, понимаешь? И просто тупо взяли и вырезали! И да, здание немного уменьшили! Просто площадь урезали где-то... В два раза! И выдали это за отдельную игру! Сказали, вот у нас совершенно новая игра! Если бы это было DLC для четвёртой части, тем более для третьей! Потому что четвёртая часть, по сути, является DLC к третьей! Я бы и слова не сказал! Ну а тут, как видите... Нас очень... И очень... Умно надуривают! Как только могут! Так! Я сказал, шпили нам тут не нужны! Я хочу свободно летать! В свободно-демократичной стране! До свидания! Ага, да! У меня теперь пистолеты без перезарядки! Вообще! Так, это у нас... Задача на захват! Блин, не люблю её особо! Ибо нам... Туда сраные точки захватывать! Это немного скучновато! До свидания! Нет, парень, не надо тут такое делать! Ибо вы будете очень сильно бесить! Хорошо-то как! Кто ещё? Кто ещё? Давай, все вместе! Умирать так все вместе! Так, последнее! Блин, первый захват! Вот это вот я не люблю, блин, в этой хрени! Это что, они начинают... Срать фигнёй! А, захватил? Отлично! Отличненько! На-на-на-на! Так, ну задача уже выполнена каким-то боком! Ну, пошлите на выживание! И, наверное, закончим на этом стрим! Агитационный! Агитационный! Зазывающий вас на хитбокс! Хотите вы этого или нет! Так, дайте пройти, месье! Вау! Да ты даже умеешь боком летать! Нифига себе! А я не знал! Секундочку! У нас, кажется, деньги появились! Для улучшения боезапаса! Где только он? Вот здесь! На 50% больше? Не, давай на 100%! Боеприпасы для пистолета бесконечные! Чёрт! Не хватает! Чуть-чуть не хватает кармы! И будут бесконечными! Блин, во второй части Сейнс Роб были патроны на пистолете бесконечные! В третьей части бесконечные можно сделать в четвёртой! Опа, это что такое за хрень? Какая-то хрень на карте! Вы видите это, да? Не, не эту хрень! Да, блин! Да, что с этим зданием? Какое-то оно кривое, вам не кажется это? Что? Да, 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 фак! Что происходит? Джонни Гэтт, какого хрена? Да что такое? Давай, заходи! Блин, это что за хрень с этой игрой? Да, взяли классные здания, но почему-то на них хреново залезть! Кстати, где это я? Эта хрень не отображается на карте, я вас понял! Значит, только полёт, только хардкор! Так, побежали! А, стоп! Куда она телепортнулась? А где-то здесь эта хрень! И где она? Что это вообще такое на карте? Ладно, давайте самый низ! Глиф рядом! А, это глиф! Возможно, это нам показывают глифы! Только чёрт тебя дери! Знал бы я, как... Тебя найти! Да! Ещё та задачка! Глиф рядом! Ну, я очень счастлив, рад! И всё в таком духе! Может, где-то здесь? Ага! Кажись, моё получи чутьё меня не подводит! Да, вот он! Это глиф, реально! Хорошо! Спасибо тебе, получи чутьё! Ты лучшая! Так, теперь... Оп, секундочку! Выживание! Почти бесконечные патроны! Вот когда будет бесконечное, тогда повеселимся по полной! Ох, лететь! Ракеты, куда вы летите? Давай, чётка ниже! Ракеты, я думаю, мы друзья! Блин, забыл ракеты купить, это капец! Ну, пистолеты, я думаю, с танками должны справиться! Если нет, то мне хана! Или, может, танк угнать? Ты будешь его угонять или нет? Или тебе это и так нормально? Да, блин! А вот это уже посерьёзнее, я бы сказал! Потому что как-то не хочет... Моё кресло-качалка что-то делать! Е-е-е! Всё равно это жесть! Но только тут... Слишком много танков и слишком много жести! А здоровье у меня не казённое, знаете ли! Хорош! А в танк дайте залезть! О, отлично! Понеслась! Давай, на равных! Кто следующий? Блин! Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал, я вас понял! А если вот так вот? А так прокатывает, ля! Танк переворачивается тупо! Блин, только я горю! До свидания! Да, блин, хватит гореть! Да вы запарили, честное слово, ребят! Хватит! Что там осталось? Вторая волна? О, какой-то крутой пацан! Ну, либо мне показал, что это крутой пацан! Не тянет он на крутого, абсолютно не тянет! Чемной демон? Да, помню таких товарищей! Опа, последняя волна! Так, тихо! Надо еще ее пережить, а то что-то какая-то у нас слишком серьезная! Так, всех тут... О, низел! Дай мне свою душу, дружище! Со мной она будет в безопасности! Тот еще живой остался! Покажите мне, басурман! Что тут вообще происходит? Давайте туда-сюда бегать! Чтобы все взрывалось! О, здравствуй! Ухитить! Че так все серьезно? Так, Декс убит месть! Отлично! Что это за хрень у меня в руках? Что это за хрень у меня в руках? Где мои пистолеты? Какого хрена у меня оружие поменялось? А ну иди сюда! Говнюк снайперский! Блин, да вы запарили! Умейте геморрой преподносить! Короче, вы все мне надоели! Вы мне все надоели! Причем так надоели, что ни в сказке сказать, ни пером описать! Вот так вы мне все надоели! Так! А теперь магазин оружия! Типа че-то мне какую-то хрень дали! Вместо того, что у меня должно быть! Опа, Глифф! Бывает! Девушки отдыхают, чтобы купить новую! О, и мы тоже не обеспечиваем! Та-та-та-та-та-да! Давай, уже почти прилетели! Даже какие-то письма этого Шекспира, блин! Так, Шекспир, это все неинтересно, потому что где мои чертовы пистолеты? Мои любимейшие. А, это новое оружие мне какое-то дали? Неповесильник. Стреляйте под таинными сгустками энергии из единственного говорящего оружия. Нафиг оно мне надо. Вот это единственное оружие, которое умеет убивать. Так, там где-то были бесконечные патроны для пистолета, я помню. Дайте-ка мне их. Быстро. Бесконечные патроны, отлично. Теперь нужды что-то покупать вообще нет по качеству патронов. Массовое убийство этим говном. Мне особо не надо. Так. Когда выйдет Terraria Otherworld? Пройдешь? Я вообще такой не знаю игре, так что пока ничего сказать не могу. Игра сама по себе урезана, но нет пластической хирургии. Тюнинг оттачек и жилищ цветых. И вы дали из-за этого что-то лавое. Да, согласен. Цена этой игре максимум 5 долларов. Максимум. И это можно назвать даже DLC, а не игрой. Heavy Rain. Пройду ли я? Нет. Я такое не люблю. Какие-нибудь ссылки в описании под видео, где стримы будут? Они и так в описании под видео. Вообще-то. Я не знаю, какими глазами ты смотришь. Может быть... Я даже не хочу говорить, какими глазами ты смотришь, дружище. Но под всеми видео, начиная с августа 2014 года, есть ссылка на мой хитбокс канал, где будут стримы. И где они вообще были эти полгода. С того момента, как мне влепили предупреждение. На ютюбе. Я постоянно на свой канал закидывал коротенькие видео, оповещая вас о том, что вот будет стрим. Вот стрим и так далее. И приходило на эти стримы до 7 человек. И то, один раз, когда я вообще не оповестил о стриме, на стрим по готике пришло 7 человек. Я тогда очень сильно удивился этому делу. Но, в принципе, какая разница? Я делаю такие вот небольшие выводы, что если к вам относиться наплевательски, то вы почему-то приходите на стримы. А если вам оповещать о стримах, там ссылки везде кидать, буквально вот везде, где только можно. Осталось только, не знаю, мне письмо отправить вам домой на почтовый ящик, чтобы вы, когда приходили домой, заходили себе на площадку, открывали почтовый ящик и видели. О, стрим же будет, мне прислали письмо. Осталось только так вас оповещать. Я больше не знаю, как вас еще оповещать. Ладно, на этом, думаю, можно закончить данный стрим. Наводим порядки на районе Saints Row Get Out Of Hell. Это была первая часть. На подходе еще несколько штук будет. И они все будут уже на хитбоксе. Соответственно, далее мы на YouTube проведем еще одну трансляцию. Когда она будет, я пока не знаю. Возможно, в эти выходные. Это вам такой небольшой спойлер. Скорее всего, даже невозможно. Скорее всего, они будут в эти выходные. Мои трансляции следующие. В частности, трансляция на YouTube. И, скорее всего, даже по игрушке Kingdom Rush. Что-то мне захотелось поиграть в какие-то товар-дефенсы. И вот как-то так. Так, когда в универ пойду, я не знаю. Хотя, что я не знаю. В марте пойду. 2 марта у меня занятия начинаются, если тебе так интересно. И вот со 2 марта, считайте, я буду очень занят. Настолько занят, что, скорее всего, у меня толком не будет время, чтобы что-то записывать. Его попросту не будет. Будет, конечно, время после университета. Но я даже не знаю, будет ли у меня желание после универа приходить и садиться что-то записывать. Или лучше я после универа приду и сяду и буду писать курсовую. У меня как бы всегда есть выбор. Это не хрень, убей народа, так 15, узнаешь, почему не хрень. Какая? Вот это вот, вот эти вот пистолеты, хрень вместо пистолетов? Не хрень, это... Вот это вот фигня, не повисельник? Это хрень! Флетчер 45-го калибра, вот это вот оружие убийства. Всё, всё вот это вот, всё, что вокруг пистолетов, это всё говно. Абсолютное говно, даже кресло, хоть оно и прикольное. Если надо поменять его на пулемёт. Пистолеты, вот самый кайф в этой игре. Если бы вы мне не верите, поиграйте с этими пистолетами. В третий Сейнс Роу и в другие части тоже. И вы поймёте, почему пистолеты самое лучшее оружие. Особенно с разрывными патронами. Просто так они говно. Вот когда ты берешь две руки, когда у тебя бесконечные патроны, тогда же можно без бесконечных патронов. Разрывные патроны купи, и улучши эти пистолеты по максимуму, и всё. И у тебя будет оружие убийства в левой руке и в правой руке. Прям как у Данты, Эбони и Айвори, но только здесь Флетчер 45 в левой, Флетчер 45 в правой руке. И всё. Да, подписывайтесь на группу ВКонтакте, тоже. Там тоже оповещение о стримах есть. Где я взял игру? Илья Титов. Знаешь ли ты, что такое Торрент Трекер? Нет? Ну тогда я тебе скажу. Это место, где можно скачать практически что угодно. Наверное, мозги себе только нельзя скачать. Это единственный минус, наверное, Торрент Трекеров. А так это была бы вообще универсальная штука. А так там можно абсолютно всё скачать. И игры, фильмы, книжки даже можно скачать. Всяческую музыку и так далее. Торрент Трекеры. Алло, 2015 год на дворе. Где я скачал игру? Где я взял игру? Если ты хотел меня спросить, купил ли я эту игру, либо скачал пиратку, тогда задавай более конкретный вопрос, чтобы я понял, что ты у меня хочешь спросить. Чтобы я вот так вот Петросян режим не включал и не шутил. Сарказмом. Если честно, я считаю, что эта игра недостойна того, чтобы на неё тратить деньги. Это тянет на DLC. Которое, в принципе, можно было спокойно не знаю, в третью часть даже Saints Row впилить. И в четвёртую и так далее. Вообще, можно было тупо третьей часть Saints Row к третьей части Saints Row прилепить четвёртую и прилепить это Get Out of Hell. И выпустите четвёртую часть и Get Out of Hell как просто DLC большие. За каждую суммой где-то по 10-15 долларов максимум. Да, купил и скачал. Я скачал эту игру. Я же сказал, я не вижу смысла покупать эту игру, потому что это DLC. Я, конечно, люблю студию Evalition. Мне очень нравится игровая вселенная Saints Row. Если её можно назвать, конечно, вселенной. Ну, скажем так, серия игр. Мне очень нравится Saints Row. Но, вот такое вот отношение к игрокам, типа, давайте нам бабки, а мы вам раз в пару лет будем давать какие-то DLC-шки для третьей Saints Row. Мне это не устраивает. Хотя четвёртая часть тянет, конечно, на отдельную, но не особо. Ждём, короче, полноценную часть, новую, пятую, это я так понял уже с цифрой. Или же ждём переиздания первой и второй Saints Row на новом движке. Вот этого бы я очень хотел. Пройти первую часть Saints Row и перепройти на новом движке вторую. Вот это было бы обалденно. Хотя бы на вот этом движке, на котором сделаны третья, четвёртая и Get Out of Hell. Хотя бы на этом движке переиздать. Было бы уже неплохо. Потому что эти движки очень хорошо сделаны. В отличие от движка, который был во второй части. Потому что он с компом вообще несовместим. Лагает, как, не знаю, как умалишённый какой-то под ДЦП. Ладно. Болтовне конец. Стриму также конец. Спасибо всем, кто пришёл на эту трансляцию по игрушке с Saints Row Get Out of Hell. Мы продолжим наводить порядки на районе в других трансляциях. Следите за этим на моём YouTube-канале. Я буду включать оповещения о том, когда там будут стримы и ещё что-то типа того. Ну, то бишь, вы будете видеть предстоящие трансляции на YouTube. Но все следующие трансляции, кроме той, которая будет на выходных, на этих, скорее всего, будут теперь на хитбоксе. Поэтому я вас всех зазываю, приходите на мой хитбокс-канал. Ссылка есть в описании под каждым божьим видео, которое я загружал с августа 2014 года. Ну и, соответственно, посещайте группу ВКонтакте. Там очень много всего интересного. Туда же я анонсирую стримы. Туда же я загружаю всяческие отчёты. Там же загружаются всякие маленькие картинки. Там же вы можете узнать, какие игры в скором времени появятся у меня в прохождении на моём канале. Там же вы можете пообщаться со мной и так далее. Тому подобное. Универсальная какая-то группа получается. Ладно. С вами был мистер Чейзер. Всем спасибо ещё раз. И всем пока.